Еще один важный аспект в триаде — это развитие сознания. А что такое развитие сознания? Это наработка видения. И под видением подразумевается способность твоего сознания проникать в суть вещей. Вот что ты видишь за моей спиной? Листочки, травку. Да, ну, например, бизнесмен, глядя на эту поляну и этот парк, возможно, подумает, «Вау, здесь можно немного подзаработать так-то, так-то и так-то». Лесник увидит в разных породах деревья какие-то возможности, что надо сохранить, что можно спилить. В общем, твой внутренний мир, твоя картина мира проецируется на то, что ты смотришь. И в результате, чем более развитое твое сознание, тем больше ты видишь. Больше ты видишь возможностей, больше ты видишь магии, больше видишь чудес, больше видишь всего. Это и есть развитие сознания. Ну, вот тебе пример. Например, возьми листочек, ручку и напиши «Мое счастье – это…» и продолжи фразу. Казалось бы, это легко. Ты не должен писать, что такое счастье, ты должен написать, в чем твое счастье. Но есть два условия. Первое. Никаких метафор. Никакой хренотни в стиле счастья – это когда мой внутренний мир в гармонии с внешним, потому что что ты сейчас написал. Да? Никаких метафор. И условия номер два. Все, что ты напишешь, ты должен расшифровать. То есть, каждое следующее слово. Ну, например, «Счастье – это семья». Окей. Что такое семья? Или там «Счастье – это быть успешным». Круто. Что такое успех? Поясни это. Поясни это так, чтобы любой, который прочитал твой текст, у него не было, а вот что ты имеешь вот под этим словом в виду, а что ты вот тут подразумеваешь. Так ты и увидишь, насколько развито твое сознание. Спасибо.